Музыка Очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан от 4 мая 2020 года. Действительность и реальность не перестает радовать нас разнообразием. В этот раз оперативка происходила в абсолютно новом формате, в абсолютно дистанционном формате. То есть, если раньше еще человек 15-20 все-таки в зале оставались, и это проходило в таком формате некого классного часа, то теперь все уже сидят в квадратиках экранов через Zoom или через Skype, не знаю уж через что они там организовали. Кстати говоря, в технической точке зрения мероприятие было организовано из рук вон плохо, в том смысле, что очень разный уровень звука был. Плохо слышали участники мероприятия друг друга, но тем не менее, вот первый блин такой вот комом. Еще одной особенности отмечу традиционную замену Сидякина на Кельсенбаева. Опять Сидякин куда-то укатил. Ну да ладно, новый формат, новые времена, новая оперативка. Из еще одной необычности этого мероприятия отмечу колоссальной длины вступления в эту оперативку со стороны Хабирова. 25 минут он рассказывал об оперативной ситуации, о тех или иных событиях, и только после этого перешли непосредственно к докладам, которые были, соответственно, очень короткими. И слава богу, кстати, во многом. Но начнем по порядку. Начал Радий Фаритович почему-то с поздравлением с днем рождения. Ульфата Мансурыча Мустафина, ему исполнился 61 год, 4 мая. И вот Хабиров поздравил его с днем рождения, напустовал всячески, значит, на успехи и всевозможные достижения. В общем, конечно, если кратко остановиться на нашем новом или крайнем или последнем мэре Уфы, то, конечно, Ульфат Мансурович, наверное, останется одним из самых незаметных мэров в истории нашего славного города. Человеком абсолютно управляемым, не имеющим собственной инициативы, но зато очень удобным для республиканских властей. Человеком, который самое главное, что делает, он гарантирует отсутствие конфликта между мэром миллионного города и главой республики. Наверное, это его главная задача. Все остальное вторично. Ну да ладно. В общем, с днем рождения, Ульфат Мансурович. Далее Хабиров напомнил всем нам о том, что буквально накануне страшная весть пришла в республику. Я говорю о том, что выяснилось, что Рустам Маратович Ахмадинуров, руководитель исполкома «Единой России», все-таки инфицировался коронавирусной инфекцией. Хабиров прокомментировал эту печальную весть следующим образом. Он, Ахмадинуров, так искренне и сильно работал, что не уберегся. Конец цитаты. Также Хабиров сообщил, что установлен круг общения Ахмадинурова. Всех чиновников и контактивших с ним людей буквально накануне, уже 3 мая, подвергли тестированию на коронавирусную инфекцию. И уже 4 мая были получены отрицательные результаты у всех этих тестов. Но вот в этом заявлении кроется как минимум два очень важных явления, на мой взгляд, природных явлений. Первое – это чудо, а второе – это несправедливость. Ну, начнем по порядку. Чудо – это когда Ахмадинуров, который контачит с сотнями людей, который летит в тесной кабинке частного самолета в Нефтекамск, повторюсь, контачит с огромным количеством людей, в том числе и со своей семьей, не заражает ни одного человека. Я не знаю, как научная версология и медицина относятся к подобному факту, но это безусловное чудо. Конечно же, нужно обратиться в специальную комиссию Ватикана, которая расследует подобные события в мире и присваивает определенные статусы разным таким вот явлениям. То есть я все-таки полагаю, что здесь налицо абсолютно четкое религиозное чудо, и нужно этот вопрос очень тщательно исследовать. Люди даже при менее обширных и менее тесных контактах умудряются друг друга заразить, а вот Ахмадинуров нет. Возможно, он обладает какими-то феноменальными особенностями организма, которые нужно тоже в свою очередь исследовать, и, возможно, это поможет в борьбе мирового сообщества с этой страшной инфекцией. Ну, а несправедливость здесь заключена в том, что, как только выяснилось, что господин Ахмадинуров инфицирован, то в течение суток огромному количеству чиновников и людей, контактивших с Ахмадинуровым, были проведены тесты. Напомню, что вообще-то для простых людей эти тесты проходят в течение недели, 10 дней или даже больше. Вот, например, Борис Быстров, которого поместили в обсерватор после посещения Индии, в течение 10 дней ждал результатов тестов, которые он сдал. И ничего, как говорится, дождался. Ну, видимо, окружение Ахмадинурова и его семья – это исключительно стратегическая часть населения Республики Башкортостан, и именно для этих людей было сделано вот такое чудесное исключение. Ну, в общем, факт остается фактом. Всех проверили, Ахмадинуров никого не заразил. Далее Хабиров перешел к прямым указаниям своим подчиненным. Первое. Всем главам возложить цветы на 9 мая, но желательно в одиночку или с ограниченным кругом лиц. Ну, абсолютно разумно, на мой взгляд, конечно, рекомендация с той разницей, что надо ли заниматься вообще этим возложением цветов, и нужно ли обязательно подчеркнуть это все безобразие все-таки какими-то публичными акциями, хотя можно было бы это сделать и виртуально, и вообще можно было бы, на мой взгляд, отложить. Хабиров также сообщил, что к 9 мая был создан интернет-портал «Полк-2020» и «Онлайн-бессмертный полк». Ну, это для тех стражущих, которые не терпятся и не можутся не погулять, значит, с портретами на улицах, ну и так далее. Также Хабиров рекомендовал 9 мая в 21.00, то есть символически вроде как в 9, соблюдать единую минуту молчания всем чиновникам. Я не знаю, распространяется ли это указание на простых граждан, но, в общем, вот имейте в виду, если что, 9 мая в 21.00 надо будет помолчать минуту, а лучше больше. Еще Хабиров рассказал, что к 9 мая в Уфу привезут золотую звезду Шеймуратова, которую выписал Путин. Надо отметить, что это золотая звезда героя России, страны, в которой генерал Шеймуратов не прожил ни одной минуты, но, тем не менее, эта страна наградила и учла заслуги генерала Шеймуратова в Великой Отечественной войне. В общем, 9 мая его звезда приедет в Башкирию и будет у нас здесь храниться. Хабиров строго наказал чиновникам, которые уже 7 мая начнут раздавать продуктовые пакеты для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла, наказал, чтобы продукты там были свежие, фрукты, овощи были свежие и чтобы волонтеры проверили каждый пакет. Что на самом деле, конечно, противоречит предыдущим указаниям, когда было велено запечатывать самым строгим образом эти пакеты, не допускать контакта волонтеров с продуктами, но хотя вот теперь вышли иные указания. Ну, как говорится, начальству виднее. Продолжив свое безумно длинное вступление к оперативному совещанию, Хабиров сообщил о том, что поступила новая статистика и она очень радует его. За первый квартал 2020 года промышленное производство в республике выросло на 1,7%, но существенно снизились поступления в бюджет РБ, что, в общем-то, и понятно. Также радует рост сельскохозяйственного производства, о чем упоминалось на прошлом заседании. Я имею в виду вот эти вот фантастические, загадочные плюс 5,4% к первому кварталу 2019 года. Еще Хабиров отметил феноменально успешный ввод жилья. Тут я вообще не понимаю, о чем идет речь, но, в общем, Хабиров заявил о том, что на 28,3% было введено больше квадратных метров, чем в аналогичном период 2019 года. Ну и самым радостным событием из этих статистических выкладок, конечно, было для Хабирова 6% снижение смертности населения в первом квартале 2020 года. На 26% случилось меньше самоубийств, на 75% уменьшилось количество алкогольных отравлений, и эту цифру Хабиров абсолютно точно относит на свой счет. Насчет той борьбы с фальсифицированным алкоголем, которая, в общем-то, продолжается в республике, на 5,6% снизилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ну, что тоже не может не радовать Хабирова, который за этой статистикой наблюдает очень бдительно и очень пристально. Далее Ради Фаритович высказал опасения о том, что в республике возможен всплеск заболеваний, иных заболеваний, нежели COVID-19. И связано это с тем, что все внимание Минздрава и вообще всей власти республики сосредоточено закономерно на борьбе с этой ужасной инфекцией, а остальным болезням и борьбе с этими болезнями не уделяется должного внимания. Хабиров напрямую дал указание Забелину не готовить 5000 коек под инфекционную тематику, имеется в виду то указание, которое было дано ранее, и готовить 3700 коек как максимум, потому что вот на данный момент занято всего там треть коек, которые были подготовлены. Хабиров полагает, что 3700 коек этого достаточно, а остальные койки, как он сказал, акцентируйте на другие болезни, рак на карантин не уходит. Здесь, конечно, нужно с осторожностью отнестись к достоверности и правильности подобных решений, в том смысле, что давайте начнем с того, что все-таки Хабиров не вирусолог, не инфекционист, хотя все лидеры в этой стране потихонечку таковыми становятся, по примеру Владимира Путина. Здесь нужны, наверное, все-таки научные подходы. Здесь нужны, наверное, некие критерии расчетов, подсчетов и перспектив. Дело в том, что у нас растет заболеваемость, с каждым днем процент все возрастает. При этом останавливать мобилизационные мероприятия нужно с большой осторожностью и только понимая, что это действительно абсолютно необходимо. Я надеюсь, что Хабиров, конечно, основывается не просто на эмоциях и на опасениях, а на каких-то более научных основаниях, которые позволяют ему предполагать, что вот это указание было правильным. Далее Хабиров упомянул о прошедшем на прошлой неделе форуме «Мир после коронавируса». Очень хвалил организаторов, повелел сделать форум традиционным и назначить его на будущий год и уже начинать к нему готовиться. Я очень надеюсь, что название форума несколько изменится, и про коронавирус там уже не будет упоминаний. Очень надеюсь, что будут учтены те технические особенности, проблемы и недоработки, которые все-таки случились у этого форума в первый раз. Но они, в принципе, наверное, объяснимы. Безусловно, их нужно учесть. И я очень прошу, обращаюсь к руководству республики, пожалуйста, не приглашайте больше Собчак на этот форум, иначе, ну, действительно, мы дискредитируем окончательно. Вот это, в принципе, неплохое и очень интересное с технологической точки зрения начинание. Кидайте в меня этими гнилыми помидорами, но мне все равно кажется, что именно электронная форма проведения подобных мероприятий и полноценное подключение к участию в нем широкого или неограниченного круга лиц, за этим, наверное, будущее. Потому что вот эти все кулуарные тусовочки с шампанским, икрой и всякими, значит, приятными ништячками, наверное, все-таки они должны уходить в прошлое. А вот подобные мероприятия, особенно если они нацелены на какие-то мозговые штурмы, какие-то анализы событий, какие-то, значит, вот такие вот решения глобальных проблем, они должны быть общедоступны и должны находиться вот в этом самом электронном поле. Далее Хабиров сообщил и повторил, подтвердил свое решение о том, что с 4 мая, уже вот с этого понедельника, в республике вводится масочный режим, и означает он всего лишь то, что в публичных местах люди обязаны теперь носить маски и перчатки. Ну, собственно, это не сильно меняет ситуацию, с той разницей, что теперь это прямая обязанность согласно указу. Сама легитимность этих указов и их воздействие на людей, конечно, все еще подвергаются некому сомнению, то есть в контексте конфликта законов и вообще конструкции законодательства в России, но тем не менее. С 4 мая все мы в Башкирии должны носить маски. Хабиров рассказал, что уже роздано на улице 50 тысяч масок, и планируется раздать еще 100 тысяч масок безвозмездно просто на улице людям в качестве, ну, какого-то назидания и рекомендации. Также он сказал, что почти 90 тысяч тестов проведено в Республике Башкортостан, тестов на коронавирус. Это почти 5 тысяч тестов каждый день. Но вот к этому большому валовому количеству тестов мы еще вернемся в сегодняшнем обзоре. И завершая свое бесконечно длинное вступление, Хабиров рассказал о ситуации с вахтовиками, о том, что уже прибыло 4 борта с вахтовиками, и 5 мая прибывают еще 2 борта. Напомню, что всего Башкирия планирует эвакуировать 1800 жителей Башкирии, которые работают на вахтах в этом Чаяндинском месторождении Газпрома. Тут, конечно, очень смутная история в том смысле, что, судя по всему, на Хабирова надавили той целью, чтобы он забрал башкирских вахтовиков, несмотря на то, что среди них, по разным сведениям, до 30% людей уже инфицировано. То есть, ну, по крайней мере, 30% — это цифра, которую назвал главный врач Ямала. Один раз он назвал в одном из интервью эту цифру, потом спохватился и долго пытались стирать последствия вот этого интервью в интернете, но, тем не менее, она там есть, и такая цифра звучала. Ну, сколько бы ни было там, на самом деле, инфицированных вахтовиков, их, безусловно, много. Их теперь будут размещать по всевозможным санаториям и различным обсерваторам. И Хабиров сообщил неожиданную весть о том, что вахтовиков вот этих будут держать в обсерваторах не 14 дней, как раньше, как Бориса Быстрова, а 21 день, и это решение Минздрава Российской Федерации. Видимо, что-то изменилось в методиках по вот этим вот обсерваторным и карантинным мероприятиям. Ну, в общем, Хабиров строго-настрого повелел кормить, содержать, а самое главное — охранять и не допустить побегов вот этих вот 1800 мужчин, которые уже два месяца не видели в своих семей, и теперь еще 21 день будут вынуждены пробыть в вот этих вот, не самых, наверное, комфортных условиях обсервации. Но такова реальность. Это была неприятная неожиданность, которая постигла и Башкирский Минздрав, и 1800 вахтовиков. Рано или поздно все заканчивается, закончилось и длиннющее вступление Хабирова, перешли к докладам. Первым докладом был доклад Максима Васильевича Забельна, министра здравоохранения. Что и понятно, доклад Забельна состоял только из статистических данных. Судя по всему, Максим Васильевич отчаялся уже доложить что-либо внятное на этих оперативках. Никаких прогнозов, никаких оценочных суждений, никаких заявлений, либо рекомендаций со стороны Забелина мы не услышали, мы услышали только статистику. Забелин сообщил, что на 4 мая 1102 человека, заболевших COVID-19 в республике, это плюс 80 за истекшие сутки, из них 438 госпитализировано, остальные, судя по всему, находятся под наблюдением дома. 31 тяжелый пациент, из них 19 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, и все еще 14 летальных исходов за весь период пандемии в республике Башкортостан. Напомню, 12 дней подряд ни один человек не погиб от COVID-19 в республике Башкортостан. 11 836 человек на самоизоляцию из числа тех, кто посещал иностранные государства, либо прибыл из Москвы, и уже один выхтовик из тех, которые прибыли на вот этих самолетах из Чаиндинского месторождения «Газпрома» госпитализирован с подозрением на коронавирус. Также Максим Васильевич сообщил нам, что он провел за все время пандемии 86 994 теста на коронавирус и подверг этим тестам, внимание, 80 525 жителей. То есть почти что по одному тесту на одного тестированного. Напомню, что вообще-то проводится три теста, а как минимум два, а еще нужно проводить тесты после того, как человек выздоровел, чтобы подтвердить его выздоровление. И вот здесь цифры Максима Васильевича, конечно, вызывают массу вопросов. Возможно, доктор, врач, квалифицированный специалист Забелин не видит разницы между понятием обследования и тестирования. Возможно, он путает эти два термина, и потому обследование, которое может, по сути, состоять из нескольких тестов, у него превратилось в тест. Тогда более-менее все в порядке. Но тогда как быть с количеством людей? Ну, в общем, вот эта вот нестыковка по цифрам, по людям. Вообще-то количество тестов должно быть вдвое больше, чем количество тестируемых. Это как минимум. А то и превышать вообще, потому что, ну, иногда делают три теста, иногда четыре теста. Ну, в общем, есть ошибки, есть потеря материалов, есть неуверенность в результатах. То есть, ну, дело-то такое, массовое. Речь идет уже все-таки о сотнях тысяч исследований. Соответственно, тут не может быть такой вот статистики. Тут Максим Васильевич либо опять чего-то темнит, а мы его все время подозреваем, потому что Максим Васильевич потерял наше доверие, Максим Васильевич без конца врет. Либо, Максим Васильевич ошибается, что на самом деле тоже непростительно министру здравоохранения вот в таких вот щепетильных вопросах. Вторым докладом оперативного совещания был доклад Ленара Хакимовна Ивановой о поквартирных обходах и соблюдении режима самоизоляции. Ленара Хакимовна все еще лелеет мечту и надежду на то, что ее деятельность будет дальше продолжаться, считаться необходимой и полезной. Хотя уже на прошлом совещании Радий Фаритович усомнился в эффективности вот этих мер. Ленара Хакимовна цепляется за эту деятельность руками и ногами, пытаясь остаться нужной в правительстве. Дело в том, что позиции ее, конечно, в предыдущие месяцы очень сильно пошатнулись и уже начали говорить о том, что скоро от нее будут избавляться. И вот ей подвернулась вот эта палочка-выручалочка в виде COVID-19. Так вот, о чем нам она рассказала в этот раз? В этот раз она рассказала, что у нее осталось всего 181 человек из числа тех, кто находится под наблюдением, вернувшись из-за границы, всего 181 человек. Но она все равно героически совершила 8 тысяч повторных обходов квартир и нарушений при повторных обходах она не обнаружила. То есть из 8 тысяч повторных обходов она застала все 8 тысяч человек. Ну, как она сказала, реально сидят. Конец цитаты. Масса вопросов, если честно, на подобной ерунде, которую она пытается выдавать за свою работу. Ну, что поделать? Дальше Ленар Хакимовна сообщила, что в социальных учреждениях, которые вызывают сейчас особое беспокойство у властей, начинается тестирование персонала. Это тестирование идет. И контрольные мероприятия с ее стороны носят внезапный характер. То есть Ленар Хакимовна очень грозная сила по контролю за этими социальными учреждениями, судя по всему, но лучше бы она взяла под контроль конкретно, например, тот интернат в Нефтеканске, который мы показывали в прошлый раз, где сотрудники МЧС без всякой защиты передают гуманитарную помощь работникам интерната, где тоже не используются никакие средства индивидуальной защиты. Ну, Ленар Хакимовна предпочитает внезапные проверки. Далее доклад Ивановой продолжился довольно интересной дискуссией, которая развернулась между Радием Хабировым, самой Ивановой и представителем Роспотребнадзора Жеребцовым. Хабиров задал вопрос Ивановой. Я правильно понимаю, что с ростом заболеваемости растет и численность контактеров в периметре? Ну, абсолютно резонный вопрос. С ростом количества заболевших растет в геометрической прогрессии и количество людей с ними контактирующих. То есть это близкие родственники, просто люди, с которыми не вступали в контакты. То есть, ну, вот как у Ахмадинурова, да, несколько сотен человек. Но тут случилось странное. Отвечая на этот вопрос, Ленара Хакимовна обвинила Роспотребнадзор в том, что Роспотребнадзор препятствует развитию ее сказочной деятельности. В частности, Иванова заявила, что Роспотребнадзор сам их отрабатывает, и мы до сих пор... А мы до сих пор отрабатываем списки по РКБ. А дополнительных списков у Роспотребнадзора получить не получается, сказала Ленара Хакимовна. Ну, во-первых, это говорит, конечно, о том, что сам Роспотребнадзор, как орган специфический и профессиональный, понимает всю бесполезность, а возможную вредоносность деятельности госпожи Ивановой в плане распространения самой коронавирусной инфекции через вот этих вот, не пойми каким образом, найденных волонтеров. Я не хочу, чтобы этого было. В моем представлении это абсолютно достоверная вероятность. То есть, если ты по городу запускаешь бесчисленное количество вот этих людей, которые ходят по квартирам, трогают ручки руками, ездят на машинах или на транспорте, значит, и без конца контактируют между квартирами людей, ну, естественно, это рано или поздно приведет к заражению. На одежде, на обуви, на руках и так далее, и так далее. Ленара Хакимовна считает, что позиция Роспотребнадзора, она неправильная. Хабиров тоже, в общем-то, присоединился к Ивановой. Тут же с места задал вопрос Жеребцову. Александр Сергеевич, в чем дело, гневно так, значит, воскликнул Хабиров. Жеребцов ответил следующим образом на вот эти вот взаимные упреки и, прямо скажем так, подставу госпожи Ивановой, которая могла бы, наверное, все это делать и кулуарно. Так вот, Жеребцов заявил, что контакты увеличиваются, и когда список сформируется, тогда и передадим. Ну, значит, а значит, никогда. Также Жеребцов, в общем-то, сориентировавшись после вот этого внезапного наскока, Ивановой сообщил Хабирову, что люди берутся под медицинское наблюдение, как только они выявляются как носители вируса. И списки, конечно же, передаются, но в Минздрав. Причем здесь вообще Иванова со своей дикой дивизией. Жеребцов сделал акцент на том, что все мероприятия по выявлению, по вирусологическим расследованиям и дальнейшим действиям, вообще-то, прерогатива медицинских учреждений. А не Ивановой, которую, как мы помним, сам же Хабиров отлучил от руководства Минздрава и отобрал у нее кураторство Минздрава. В общем, тут, конечно, вот еще раз налицо такая четкая попытка Ленары Хакимовны влезть не в свое дело и поучаствовать, значит, в этой жареной теме, дабы, видимо, ну, каким-то образом закрепить свою позицию в правительстве. Ну, закончили эту не очень хорошую дискуссию. Еще поручением Назарову контактировать между всеми, значит, скоммуницировать все вот эти вот ведомства и, ну, каким-то образом утрясти между ними противоречия. На чем, собственно, этот вопрос и был закрыт. Далее последовал короткий и очень смешной доклад министра образования Хажина Эбулата Вакиловича, который сообщил нам, что в рамках вот этого пресловутого онлайн-обучения школьников в Башкирии уже задействовано 409 тысяч обучаемых. Процент растет. Он уже добрался до отметки 86,6 учащихся, которые охвачены этим процессом. То есть за бортом среднего образования в Республике Башкортостан осталось ни много ни мало 64 тысячи детей. Ну, в общем, какая ерунда. А также Эбулат Вакилович сообщил, что он закупил 500 планшетов и запланировал торжественную выдачу их малоимущим семьям. Тут я уже хотел возмутиться, но первым возмутился Хабиров. Хабиров заявил, что его очень смущает слово «торжественно». И правда, что действительно, вот уже я от себя добавлю. Ну, неужели нельзя обойтись без вот этого вот ежесекундного, ежеминутного пиара на чем угодно? Ну, купили они эти планшеты какие-то там, значит, непонятно какие, для малоимущих. Но выдать-то они их выдадут обязательно торжественно. И наверняка пригласят Прочаковскую, БСТ и еще там кого-нибудь, которые будут бегать вокруг с микрофонами и кричать, как здорово все случилось. Ну, в общем, вот даже терпение Хабирова в плане вот этого какой-то безудержной жажды к пиару со стороны башкирских чиновников лопнуло. Ну, может быть, это и хорошо. Может быть, Ради Фаридович будет чаще обращать внимание вот на эти вот торжественные вручения в совершенно не торжественных обстоятельствах, ну и так далее. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад о ходе полевых работ и делал его, конечно же, Фазрахманов Ильшат Ильдусович, министр сельского хозяйства. Собственно, он уже исчерпал весь запас радужных новостей и начал уже бесконечно повторяться. Доклад его был коротеньким, очень несодержательным. Он сообщил нам, что активная фаза в сельскохозяйственных работах уже началась, и он выходит на мощности в 100 тысяч гектаров в сутки по посевной деятельности, 72% обеспечения удобрениями, а также закупка техники у него выросла на 10% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Хабиров слушал Фазрахманова достаточно рассеянно, пообещал ему всяческую поддержку и повторился с тем, что он очень надеется на результаты сельского хозяйства в республике по итогам сезона. Ну, в общем, Хабиров неоднократно говорил о том, что вообще сельское хозяйство – это наша последняя надежда. И вдруг Хабиров по завершении доклада Фазрахманова сделал очень важное, но абсолютно неожиданное отступление. Процитирую, что он сказал. «Вполне возможно, что скоро мы войдем в период массового банкротства предприятий, и появятся мародеры, люди с деньгами, готовые скупать и входить в предприятия по дешевке, а потом распродавать землю и технику. Никого не нужно пускать». Конец цитаты. Знаковое, на самом деле, вот это заявление. Опасения Хабирова абсолютно не беспочвены. Всегда в историях кризисов были моменты, когда после развала экономических секторов или целиком всей экономики появлялись люди, которые, ну, так или иначе, пытаются вмешиваться в ситуацию, и пытаются что-то заполучить, как он говорит, по дешевке, а на самом деле по рыночной цене. Покупается это, как правило, за столько, за сколько и продается. Ну, если исключить какие-то совсем уж экстремальные рейдерские вещи. Показательно то, что Хабиров знает, о чем говорит. Дело в том, что многие члены его так называемой команды вот подобными вещами занимались в прошлом. Я имею в виду Ирина Табаширова и куда-то сейчас девшегося вот того знаменитого родственника арбитражного управляющего и так далее, и так далее. То есть эти люди действительно знают в этом толк. Говорит ли это о том, что Хабиров отчасти опасается некоторых членов своей команды или вообще каких-то вот этих вот непонятных рейдеров, я не знаю. Но очень, повторюсь, показательно, что об этом заговорил Хабиров. И действительно, подобные процессы наверняка ждут экономику Республики Башкортостан. Следующим докладом был доклад о результатах функционирования автоматической системы мониторинга вывоза мусора твердокоммунальных отходов с контейнерных площадок в Республике Башкортостан. Конечно же, этот доклад делал курирующий эту тему Искандаров Урал Салаватович, министр экологии и природопользования в Республике. Но предварял этот доклад очень комичный эпизод. Хабиров, прежде чем дать слово Уралу Салаватовичу, сказал, «Урал Салаватович, только сначала каску наденьте, жители вам сейчас все скажут». Конечно же, имелось в виду то, что, наверное, Хабиров предчувствует, что не все жители Республики Башкортостан до конца довольны той мусорной реформой, которая все-таки идет в Республике. Однако дефекты связи и вот эта не очень хорошая организация процесса дистанционного совещания сыграли с Уралом Салаватовичем злую шутку. Ему показалось, что Хабиров ему повелел одеть не каску, а маску. И Искандаров спешным образом натянул маску на себя. Хабиров рассмеялся. В общем, довольно получилось такое милое недоразумение. Пожалуйста, Искандаров Урал Салаватович, каску одень ты только сперва, Урал Салаватович. Сейчас жители наши вам все скажут. Я имел в виду не маску, а каску. А каску? Мне послышалось маску одеть. Я вроде один сижу. После того, как маску сняли, Искандаров все-таки приступил к докладу. Урал Салаватович сообщил нам, что система СИЯ запущена уже с января 2020 года. Оцифровано 24 тысячи контейнерных площадок. И система фотофиксации сейчас охватывает 94% площадок, которые существуют в Республике Башкортостан. И обновляется эта система каждые 20 минут. Фото в них размещаются в формате до и после вывоза мусора. В общем, можно четко и абсолютно объективно оценивать ситуацию с именом вывоза мусора. На самом деле доклад Искандарова длился меньше, чем длилась вот эта шутка с каской и маской. Отмечу про себя, что на самом деле речь идет вовсе не о самой мусорной реформе, а только о системе фотофиксации процесса вывоза мусора. То есть на самом деле это речь идет о том, что наши власти худо-бедно научились контролировать вывоз мусора. Но научились ли они вывозить мусор, я до конца еще не знаю. Хабиров задал вопрос Лере Закуанне и где самого министру, финансов республики, о положении с финансированием вот этой мусорной реформы. Лера Закуановна подтвердила, что все ассигнования, которые выделены на вот эти процессы, остаются в силе, что они не подверглись секвестру, как многие другие расходы бюджета республики Башкортостан. Хабиров отметил, что в области мусорной реформы многие ошибки прошлого года я признаю. И отсутствие опыта тоже допускаю. Но этот год мы должны качественно отработать, конец цитаты. Но тут я отдаю должное Хабирову в том, что он наконец-то, а может быть и впервые, признал то, что он тоже может ошибаться, что у него тоже нет какого-то опыта. Но вот понадобилось чуть меньше двух лет на то, чтобы Хабиров утратил эйфорию победы и абсолютной непогрешимости, но и начал признавать то, что у него бывают ошибки. Тут как бы не приветствовать, наверное, подобную самокритику нельзя. И, соответственно, мы видим какую-то нормальную человеческую реакцию на то, что уже сделана и ту оценку, которую дает на самом деле жители этой деятельности. Далее в этом же вопросе заслушали кратко Разумикина Геннадия Валентиновича, как человека, сопричастного к созданию этой цифровой системы. Он не применил похвастаться тем, что ему удалось внедрить эту систему в рекордно короткие сроки за 4,5 месяца. Он зафиксировал в системе уже 11,5 тысяч событий. 96% у него охвата на 2% больше, чем у Скандарова почему-то. А в пресловутой Московской области и вовсе 86%. А также Разумикин обработал 560 тысяч отчетов за все это время. Прямо скажем, что Разумикину действительно сейчас необходима некая реабилитация, потому что в последнее время очень много с его стороны было ляпов и безобразных штук, которые преподносились как некая цифровизация. И Хабиров, кстати говоря, на этом же совещании отметил, что в цифровизации Республика Башкортостан отстает существенно от регионов-лидеров, и нам есть еще над чем работать в этой области. Шестым вопросом оперативного совещания был вопрос о готовности к пожароопасному периоду в Республике Башкортостан в части лесных пожаров, и делал его этот доклад министр лесного хозяйства Шарафуддинов Марат Искандарович. Он нам сообщил некую статистику о том, что оказывается в Республике 5,7 миллиона гектаров леса. А в прошлом году в этих лесах случилось 160 лесных природных пожаров. Оснащенность техникой в Башкирии очень хорошая, имеется в виду вот этой специальной техникой противопожарной, 91,7%, и что 41 единица техники уже в этом году была закуплена и доставлена по назначению. Пожароопасный период в Республике объявлен с 20 апреля уже этого года, и на данный момент случился всего один пожар, который произошел 1 мая. Для сравнения, надо сказать, что за тот же период в 2019 году случилось 36 пожаров, и охватили они тогда 276 гектаров, а в этом году всего полтора. Министр лесного хозяйства отметил, что он беспокоится о поджогах травы, которых случилось уже в этом году 185. Прямо скажем, такой короткий был и очень оптимистичный доклад, который Хабиров завершил тоже философски и оптимистично. Он сказал, что слава богу, паводок прошел, но надо готовиться к пожароопасному периоду. Видимо, природные явления, конечно же, неподвластные башкирской власти, очень удручают, очень утомляют Хабирова. Ну, а что делать? Природа есть природа. Завершил оперативное совещание самый возмутительный доклад, который был на этом совещании. Ну и, как положено, этот возмутительный доклад делал Беляев Борис Владимирович, вице-премьер, курирующий жилищно-коммунальную сферу, министр жилищно-коммунального хозяйства. И доклад этот был об итогах проведения акции «Зеленая башкирия». Я уже много возмущался в прошлый раз, когда Беляев его анонсировал, вот это вот мероприятие, но он его провел. И как он сам заявил, несмотря на особый режим, все 63 муниципалитета приняли участие в этой акции. Он высадил 77 тысяч растений, из них 58 тысяч деревьев и примерно 20 тысяч крупномеров. И согнал на это мероприятие 12 тысяч человек из 1650 предприятий. Беляев утверждает, что были приняты все меры санитарной защиты, но тут же одновременно с этими утверждениями на экране демонстрируют фото людей, сажающих деревья чуть ли не в обнимку и без масок, без перчаток. И его фотографии, в принципе, дополняют те фотографии, которые мы демонстрировали в прошлый раз. Эта удивительная беспечность, она, конечно, наводит на очень нехорошие мысли, и мы о них немножко поговорим. Однако, по утверждениям Беляева, жители республики Башкортостан охотно поддержали акцию и нарисовали много-много деревьев, прислали ему рисунки. Но остается только понять, сколько деревьев из тех, которые как будто бы высадил Беляев, тоже были им нарисованы, и почему он с такой настойчивостью, я бы сказал, какой-то абсолютно отчаянной планомерностью поддерживает производителей вот этих вот крупномерных саженцев. Даже ценой риска для жизни 12 тысяч жителей республики Башкортостан. Я вот этого категорически не понимаю. То есть, пиара здесь на самом деле на 3 копейки. Может быть, Борис Владимирович просто не придумал, чем еще попиариться, но я ему могу подсказать, и многие другие специалисты тоже могут подсказать. Но, Борис Владимирович, перестаньте выгонять десятки тысяч людей на массовые мероприятия во время эпидемии. Впрочем, Хабиров не так резко оценил вообще-то деятельность господина Беляева, как это делаю я, а даже потребовал некой большей активизации в определенных местах. Хабиров сказал, что Сиба и Уфа хорошо отработали, но некоторые не смогли, они должны это делать активнее. А в сентябре мы еще и посмотрим, каково состояние этих аллей, все ли из них выжили, не засохли, и были правильно поливаемы в летний период. На этом оперативное совещание завершилось. Причем Хабиров почему-то поинтересовался, у Тажетдинова прямой ли сейчас эфир. Видимо, на экранах там не отображается. Тажетдинов пообещал сделать через две минуты эфир непрямым. И, судя по всему, совещание перешло в закрытый режим и продолжилось после того, как нам прекратили его показывать. Вот эта новая форма самого совещания, она равна, как и необычна. Также, конечно, очень неудобно, потому что не все участники совещания поняли принцип работы вот этой всей техники. Мурзагулов вообще, по-моему, подумал, что это какое-то электрическое зеркальце, потому что он все время смотрелся в экран, поправлял свою замечательную бородку. Ну и вообще очень напоминал иллюстрацию к басне Крыловой «Мартышка и очки». То есть, ну, многие сидели и вели себя прилично, а вот у Ростислава в этот раз не удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова